Третью неделю уже готовлю сдобные булочки. Помните, когда-то были такие по 9 копеек? Они и сейчас есть, конечно, но уже не то. А вот это как раз то самое. Всем привет! Вы на канале Монах ТВ. Нам потребуется 300-350 грамм просеянной муки. Но это в зависимости от того, какая мука. Нужно смотреть. 50 грамм растопленного сливочного масла, 150 миллилитров теплого молока, 70 грамм сахара, в него входит 10 грамм ванильного, 2 яйца, я разбил в одну чашку и извлек желток в другую. Он нам понадобится для того, чтобы намазать булочки. 15 грамм прессованных дрожжей и 2 третих чайной ложки соли. Из всего этого замешиваем тесто. Если вы будете замешивать его вручную, то после замеса нужно дать ему постоять в теплом месте. Ну, час-полтора, чтобы оно поднялось в 2-3 раза. Но я вручную замешивать не буду. У меня есть для этого хлебопечка. В емкость от хлебопечки сначала загружаю жидкие ингредиенты. Масло, молоко, яйца. Теперь добавляю сахар, соль, крошу дрожжи. И засыпаю муку. А этот желток накрою пищевой пленкой и пусть ждет своего часа. Загружаю в хлебопечку. На ней устанавливаю 12-ю программу тесто. Отключаю диспенсеры. 1 час 9 минут. Сюда входит замес и вот та самая расстойка, которая увеличит тесто в 2-3 раза. Замес теста закончен. Достаем. Как обычно, как началось интенсивное замешивание, помогаю лопаткой. Но это уже все знают прекрасно. Смазываю руку и форму растительным маслом. О, какое пышное тесто. Немного обминаю. Растягиваю в колбаску и разделяю на порции. В прошлый раз я делал 6 шариков. Ну, 6 булочек. В этот раз хочу сделать 7. С тестом я не особо любитель был заниматься, поэтому ножа у меня для него нет. Просто разделяю на 7 приблизительно равных частей. В итоге разделил на 9. Посмотрим, что получится. Ну и дальше скатываем колобок. Вот такой вот. И такие колобки раскладываем в форму. Вот так вот у меня получилось в итоге. Размер булочек можно делать на свое усмотрение. Это как в мультфильме про шапки. Сошьешь 7, сошью и 7. Убираем их на расстойку в теплое место. Либо в духовку. У меня в аэрофритюрнице тоже есть режим расстойка. Время 30 минут поставлю. И при 40 градусах будем следить, пока они увеличатся в 2 раза. В желток добавляю 1 столовую ложку молока. Примерно. Хорошенько перемешиваю. И аккуратно смазываю наши будущие булочки. Чтобы была красивая корочка. Когда я готовил 6 штук, они прям булки получились такие крупные. Ну как обычные. А вот сейчас больше напоминает разборный пирог. Если в каждую вот эту деталь положить конфету. Либо какую-то начинку. Сгущённое молоко. Будет отлично разбираться. И очень будет сладкий и вкусный. Ну возможно что-то попробуем. Загружаем в духовку. При 180 градусах. Не знаю сколько. 20-25 минут. Я буду выпекать в аэрофритюрнице Ромит Модерн. Загружаем. Режим выпечка. 180 градусов. 20 минут. Если в духовке, то в разогретую духовку. Вытаскиваем из формы. Кладём на решётку. Сверху такая корочка. Я беру сливочное масло. И вот так вот намазываю корку. Чтобы она была мягкая и вкусная. Ну и когда смажу, накрою полотенцем. И оставлю остывать. А потом уже разъединим. Все же знают, как проверять, готов хлеб или нет. Зубочистку или шпажку в центр. Немного подержать и вытащить. Если всё сухо, ничего не прилипло, значит всё готово. Ну что, давайте разъединять. Ну так вот, всё отлично. Очень мягкая булочка получается. Просто нежнейшая. Вообще красотища. И вот так вот её с чайком, с кофейком. Прямо то, что нужно. Вот давайте среднюю часть посмотрим. Вот так вот. Нежнейшая мякоть. Помню, идёшь раньше со школы. Такую булочку. Просто сухомятку ешь. Во рту пересыхает. И ты не можешь вот этот мякиш проглотить. Доходишь до первой колонки на улице. И просто запиваешь всё водой из колонки. Красота. Очень вкусная. В меру сладкая. Неприторная. Один в один. То, что было раньше. Ну и раз уж начали, давайте приготовим такие булочки внутри с варёной сгущёнкой. Ну и можно было бы, конечно, ещё приготовить такие же, только внутри, с карамельной конфеткой. Пару подушечек сюда забросить. Но у меня их нет, поэтому готовим со сгущёнкой. Пока замешивалось тесто, я передумал делать маленькие булочки со сгущёнкой. Вспомнил, что была такая булка, посыпанная маком и внутри с яблочным повидлом. И вот хочу такую же сделать. Только вместо повидла варёная сгущёнка. Немного разомну тесто в пласт. И отступив немного от края, нанесу варёную сгущёнку. Я взял полбанки. Не знаю, может быть много. Там уже посмотрим. Конечно, чем больше, тем вкуснее. Но, боюсь, как бы не вытекла она вся. Где-то одна треть банки, наверное. Ну и сверну в рулет. Край обязательно нужно защипнуть. Противень смазал маслом. И теперь попытаюсь уместить. Так, начинаем с серёдки. Так вот. И здесь край. Защипываем. Что получится, то получится. Отправляем на расстойку. Ну и всё на той же программе. Выпечка. 180 градусов. 20 минут. Предварительно намазал яйцом с молоком. И сверху немного посыпал маком. Такая вот булка получилась. Не буду я её смазывать. Просто накрою полотенцем и дам остыть. Не до конца, конечно, она ещё остыла. Но хочется уже побыстрее попробовать. Отлично всё получилось. Такая вот воздушная булка. И по краю идёт внутри сгущённое молоко. Варёное. Нужно дать, чтобы немного остыло. И сгущёнка тоже. Осталось только продегустировать. Со сгущёнкой, с маком. Просто сказка. Вот иногда что-то приготовишь. И сразу это становится на первое место. Ты постоянно думаешь, что будешь только это готовить. Но как? Что-то получилось лучше? Сразу места такие, приоритеты меняются. И вот сейчас тоже я думаю даже, что булочки перестану готовить. А буду готовить лучше вот такую одну булку. Со сгущёнкой. С вареньем, яблочным. Вообще она изначально, раньше была с яблочным пюре. Но пюре такое, джем, может, я не знаю. Оно тёмное такое. Видимо, как-то вываривали, может, его. Не знаю. Не могу сказать. Ну, со сгухой тоже огонь. Отлично, когда есть помощники. Облегчают труд. А то бы пришлось вручную вмесить два замеса теста. А это всё быстро, с расстойкой. И здесь тоже в аэрофритюрнице быстро всё. Уже ещё только на ней не готовил. Всё устраивает. Единственное то, что немножко чуть-чуть бы была камера побольше. Прям совсем чуть-чуть. Даже не нужно мощность увеличивать, ничего. Просто оставить так и прям вот сантиметров на 10, чтобы была пошире. Буду продолжать экспериментировать, снимать для вас рецепты. Так что подписывайтесь на мои каналы на Ютубе, на Яндекс.Зене. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Будет много всего интересного. Всем приятного аппетита. Пока.